Добрый день, дорогие моему сердцу, участники сегодняшней нашей встречи. Всех вас поздравляю с воскресным днём, с приближающимся успением Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Матери Божией, да и всем нам, Матери. Мне бы хотелось, чтобы пожелать, чтобы помолить вам Царице Небесной, мы могли быть достойными её чадами. Это сыновство, которое устроил нам Господь, требует от нас очень многого. В первую очередь, это исполнение заповедей её Божественного Сына. И в сегодняшний день мне бы хотелось поговорить с вами, ответить на ваши вопросы и поговорить с вами о тех процессах, которые вы задаёте вопросы, о тех процессах, которые происходят в нашей жизни, в жизни нашей Матери Церкви, о тех процессах, свидетелями которых мы с вами являемся. Вот, и мне бы очень хотелось, чтобы мы... Как мне... Помогите мне, пожалуйста, вот... чтобы я мог видеть, что происходит. Что происходит на экране, то, что вы задаете вопросы, не... Как мне их видеть? Простите. Так, вот, Лариса задает вопрос. Мы все в ПЦ. Так и есть. Так и есть. Вы разговариваете в Украинском, я разговариваю в Российском языке, но мы все едины в Христе, потому что у Бога нет ни Елена, ни Иудеи. Но мы просим, чтобы Бог нам чётко ответил, кто Елен, кто Иудей. Если Он не исповедует Христа, то Он кто? Но почему-то мы об этом забываем. И для нас вот эти вот... Такие понимания этого всего почему-то становятся очень важными. при том, что мы забываем, что нам оставил Христос. А Он нам не оставил. Так вот, Серафим поздравляет с Днём Перенесения Мощи преподобного Феодосия Печерского. Мне бы хотелось тоже всем вам пожелать, чтобы по его молитвам... А это один из основателей Антонио Феодосии, это основатели нашей монашеской школы. Это столпы нашей православной веры, которую они нам сохранили, принесли на нашу землю, нам сохранили. Вот в сегодняшний день мне бы ещё хотелось ещё и ещё раз обратить и ваше внимание, я на проповеди об этом говорил, на службе то, насколько для нас важно понимание Слова Божьего, понимание Евангелия, Священного Писания. Часто ли мы соизмеряем свои поступки, свои мысли со Священным Писанием? И, паки-паки, хочу вам напомнить, за что распяли Христа. Что ждали от Христа? От Христа ждали политических заявлений. За что сегодня распинают Церковь? От Церкви ждут политических заявлений. Церковь делала политические заявления, обязана делать. Если Христос делал политические заявления, то значит и Церковь должна делать политические заявления. Я спрашиваю вас, приведите мне примеры политических заявлений Господа нашего Иисуса Христа. Приведите. Если вы не знаете, то, пожалуйста, не требуйте этого от Церкви. Не требуйте это от меня. Благодарю Арсений, что вот нас смотрит, слушает. Я бы еще очень хотел, чтобы у нас был все-таки диалог. Диалог. И мы могли задавать. Вот сейчас просьба Лариса пояснить 90-й Псалом. Вот, понимаете, вот некоторые думают, что если это Архиерей, то он значит знает все. Вот сколько я уже прошу, пожалуйста, задавайте вопросы. Предварительность, чтобы можно посмотреть. Я могу сказать, что 90-й Псалом всегда читается в тяжелых случаях. Живые помощи Вышним. Крови Бога Небесного. Дворец речит его. Мы должны понимать, что мы просим Бога, чтобы Господь нас оградил от всех тех невзвод и нестроений, в которые мы с вами попадаем. Но если есть какие-то нюансы, что бы Вы хотели услышать о 90-м Псалме? А что Вы читали о 90-м Псалме? А что Вам непонятно в 90-м Псалме? Поясните 90-й Псалом. Помогите. В чем? Ну вот помогите все. А в чем помогите? Помогите. Ну помогите, пожалуйста. Поэтому вот это, мы должны все-таки четко уметь формулировать свою мысль. Мы должны уметь правильно задать свой вопрос. И мы должны, что мы хотим? Что? Мне непонятно. Что мне нужно именно для моего спасения? Ну вот Серафим спрашивает. В этом году, в этом году, в листопаде, в месяце 220 роков с дня представления Святого Правильного Петра Калнышевского. Так. Какие заходы плануются? Ну давайте доживем до этого. Мы много чего плануем. Если ты хочешь размешать Бога, расскажи ему о своих планах. Вот. Вот. Поэтому Божественная Литургия, она по-любому будет. И память его будет по-любому совершаться. Вот. А что нам надо еще? Что-то это? Давайте доживем, мы не знаем, что будет. и... Но мы должны четко себя понимать. А что вы хотите? А как вы хотите? А давайте принимать участие. А давайте вместе. Вот тогда мы сможем ответить на многие вопросы. Ну, или нас спрашивают, кого я лично почитаю и к кому обращаюсь. Я ко многим святым, многих святых почитаю. Ко мной в первую очередь, конечно же, мой небесный покровитель. Я обязательно помню запорожский святых. Я обращаюсь к ним. Я обращаюсь к Петру Калнышевскому. Потому что, ну, во-первых, это мой долг как правящий архиерея запорожского. Если я не буду обращаться, то кто к ним будет обращаться? Мне когда-то один священник прискорбный, это не буду говорить, где, но не на территории запорожской епархии, но мы прославили святого на той территории. Он говорит, а пусть он сам ему молится. Понимаете, когда ты живешь на этой территории, ты вырос на этой территории, ты слушаешь на этой территории, когда для тебя твои святые это, ну, как бы, мало почитаемые, то простите меня, это вопрос. Я очень люблю Иоанна Затворника Святогорского, я люблю Иоанна Шанхайского, многих святых люблю, обращаюсь к Нектару Югинскому, поэтому, ну, вот, сказать пантеон, это нельзя, так сказать, а сон, вот, пантеон, пожалуйста, вы не путайте, пантеон, это собрание языческих богов, а у нас сон святых, поэтому, вот здесь, вот, и это мне тоже очень ваше, понятно, очень хотелось бы, чтобы вы правильно понимали, не повторяли, сейчас об этом очень много говорят, так скажем, употребляется это слово, но для святого, верующего человека, для верующего человека это сон святых, собрание святых, собор святых, вот это, это для нас, но не пантеон, пантеон, это, давайте так, будем говорить, это терминология не наша, не православная, терминология языческая, вот, Андрей пишет, что, мы не требуем, ночью, когда гонят наши храмы, но гонят наши храмы, забирают наши храмы, скажите правильно, давайте мы скажем, забирают наши храмы, но, а нас гонят, когда выгоняют из храма в общины, ну и что, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них, не сказал же Господь, если вы в храме, то я посреди вас, в храме, нет в храме, вас нет в храме, меня нет там тоже, нет, поэтому для нас это мы должны понимать, но еще, еще раз я хочу вам напомнить, ад царствует, но не вечную, сегодня его царство, но это будет не вечно, разрушил Господь, ад, разрушил своим крестом, своим воскресением и своим крестом открыл нам врата рая, для рая крест это ключ, для ада это молот всеуничтожающий, все побивающий, а вот теперь давайте скажем для нас, что есть крест, наши с вами страдания, это ключ к царству небесному, и это молот для всех тех, кто на нас нападает, и молот для наших грехов, то есть лишь только крестом мы можем с вами очиститься, очиститься, поэтому, пожалуйста, вот давайте не бояться этого, конечно, я понимаю, хотелось бы благолепия храмов, хотелось бы благолепия пения, и тому подобное, но может быть мы чем-то прогневили Бога, мы расслабились, у нас он, меня обвиняет одного священника, он сказал, молодежкой занимался, но попросил молодежку, там сидело 20 человек, молодых людей, молодежки, с ним они так беседуют, там они это, но попросил пачку бумаги перевезти с одного края города в другой край города, знаете, сколько вызвалось? не 25, нет, аж ни одного из 20 присутствующих, поэтому вот здесь вот хватит Гоголь, я не знаю, это вот буду спорить, заниматься маниловщиной, сидеть и рассуждать, какой бы мост построить через озеро, да там сидеть посреди моста с плюшками и самоваром, это не спасение души, а что-то конкретное сделать, доброе дело. Юра спрашивает меня рассказать о моей семье, семья моя не верующая, бабушка была верующая, меня бабушка привела в церковь, поэтому в семье были какие-то свои традиции, свои это, но мне очень больно, когда мне запрещали ходить в храм и и тому подобное. Поэтому семья как семья, среднестатистическая советская семья, вот такая была, но Господь определил по-своему. Опять же, я за это благодарю бабушку, и почему мы так почитаем у нас память святой равнопостольной княгини Ольги, мы так назвали день православной бабушки, потому что княгиня Ольга познала Христа и к этому привела, научила этому своего внука, равнопостольного князя Владимира. Меня тоже бабушка привела, научила, немножко каким-то молитвам учена, что тому подобное. Сама была то, что пережили, пережить это все советские гонения, поэтому так вот сказать, что сильно верующая, тоже нельзя сказать. Лариса спрашивает, почему так трудно молиться сейчас? Почему трудно молиться? Потому что мы отвлекаемся, и потому что мы не уповаем на волю Божию. Поэтому нам и трудно. Положись на волю Божию. Господи, ты со мной. Мне плюют, меня обзывают. Господи, да ты же здесь. Тебя же плевали. Тебя же обзывали. Не так ли? Лариса, только вот положиться на волю Божью. И думаю, Господь не оставит. Андрей спрашивает меня о крестном ходе на празднику Успения. Я так понимаю, вы имеете в виду праздник, крестный ход в Почаев. Но, во-первых, это исповедники. Не побоялись и вышли исповедовать свою веру люди. Несмотря ни на что. Меня гнали, и вас будут гнать, говорит нам Христос. Я вспоминаю об этом крестном ходе. Мой духовник мне рассказал, еще в 50-х годах, в советское время, в 50-х годах, из Проскурова, это нынешний Хмельницкий, тогда он назывался Проскуров, они ходили пешком. И он помнит чудо, которое совершилось. Говорит, у нас жила бабушка, у нее был один глаз слепой, я даже не помню ее имя, батюшка рассказывала мне. Один глаз был искусственный, стоял протез. И были грыжи. И вот она говорит, мы пошли. И она ходила с нами пешком из Хмельницкого, из Проскурова, в Пачае. И вот мы идем там, помоложе, и мы идем. А она и шла тоже вместе с нами. Но мы добежим до определенной точки, мы знали, кто где останавливается, все это. Мы остановимся, посидим, отдыхаем. Она придет, у нее грыж было, говорит, несметное количество, где только не вылазили. Это не только паховая пуповая грыжа, а есть атипичные места грыж. И на спине вылазят грыжи, кишечник так может проникнуть. И вот она пока подойдет, она и все грыжи эти вправит. А мы все, ну мы отдохнули, ну что бы, Мария, давайте так скажем. Пошли, ну пошли. Вы скажете, правильно пойдем. Просто это люди, фактически это простые люди были. Ну пошли. Я прямую речь передаю. И так вот до каждого пункта. Данная ночевка, она уже это. Мы отдыхаем, она грыжу вправляет, вправила грыжа и опять пошла. Вот так вот, говорят, мы вернулись уже с успения, уже было на успение. Служба прошла. Вернулись уже домой. И что-то надо было мне к ней зайти. Антоку Байченко любознательным был мальчиком, Васей его это. Схерхи, Мадрид, Серафим. Вот. И вот так бегает вокруг нее, бегает, говорит, ты смотрю, ну глаз же был одного цвета, а нормальный глаз другого. А сейчас смотрю, два глаза одинакового цвета. Ну и думаю, за словом кармана не полезу. Баб Мань, а что тебе с глазом? Ты что, тебе новый протез купила? Она села и расплакалась, обняла меня и говорит, вот такое вот чудо, Вася, Матерь Божия со мной совершила. Я ходила, вот кто был в Почаеве, над царскими вратами чудотворная иконочка, а если стоять лицом к алтарю, то с правой стороны иконочка называется Кивобратская Почаевская, там где костылики стоят. Или я сейчас не был, говорят, убрали. Вот она расплакалась и говорит, такое чудо. Это у меня настоящий глаз. И я вижу, Вася, двумя глазами. А грышки, Матерь Божия, не убрала, а глазик не вернула. Это то, что мне рассказывал после этого крестного хода. А я рассказываю вам. Если он меня сорвал, то и я вам вру. Но я не знаю ни одного слова, чтобы их делать, когда я бы батюшка соврал. И не только эти чудеса он мне рассказывал. А потом он был насельником скита. Он жил во время преподобного Кухша Одесского, когда там батюшка был. То есть я в это верю. Как мне относиться к этому? И вот этот подвиг, который они совершали, как их гнали, как их обзывали, как им угрожали, что только не делали. А вот теперь задаю вопрос нам. А мы боимся. Мы будем заигрывать. У меня сегодня есть тоже этот вопрос. Кто мы? Я сейчас пока вот вы задаете мне вопросы, я прошу, задавайте. Я готов на них отвечать. Я готов рассказывать, делиться тем, что я сам знаю. И поэтому для нас очень важно. Господь показывает нам. Люди добрые, не бойтесь. Не бойтесь. Где вся эта мощь? Как эти один там голова сельсовета власти? Разберитесь. Не можете разобраться? Мы сами разберемся. С кем? Яко с нами Бог, то кто против нас? Вот эти исповедники. С колясочками, с детками. И шли, и ничего. И для нас тоже урок. И нам нужно задуматься. Мы будем прогибаться? Или мы будем, как сейчас я уже так скажу, я так думал уже тоже, задавайте вопросы. И сегодня буду говорить о лософорных этих садистах и лософорных мазохистах. Вот как те кричат «Нужен диалог, нужен диалог». Какой диалог со зверем? Какой диалог со зверем? Запусти козла капуст. Это диалог? Или какой диалог со зверем? Басня Крылова «Волк и огненок» «Ты виноват лишь только в том, что ты и огненок, а я волк». И что осталось от я огненка? Вот и все. Мы вместо того, чтобы объединиться вокруг Христа, вокруг Матери Церкви и защищать Матерь Церковь, мы кричим, потому что нам надо защищать свое. свое собственное, не монашеское, не свою церковь. Я к расофорам в первую очередь обращаюсь. Где их совесть? Расофор, пожалуйста, не подумайте, что я обращаюсь к монашествующим. А чтобы вы прекрасно понимали, раса, это если так перевести на наш язык, это расоноситель. Форево, это по-английски, простите, по-гречески, это носить. И поэтому мы говорим расофор. Раса и форево носить. Вот и все. А когда мы этого не понимаем, сколько можно заигрывать? С чем заигрывать? Пожалуйста, тот же Хмельницкий договор. Что? Еще чернила не остыли и уже отхлестали грязным бельем по лицу. Не так ли? Давайте заигрывать. А вот народ Божий. Это народ Божий. Ничего не побоялся. Владыка, подскажите, мило спрашивают, как себя вести, если тебя провоцируют на очень грубый ответ. Никак. Да воскреснет Бог и расточатся в рази его. И вы вместе с ними. Все. И вы вместе с ними. Покажите мне в Евангелии, что вы хотите. В Евангелии что? Что написано? Пожалуйста. Вот вам ответ. Евангельский. И это будет ваша мудрость. Вот. Поэтому Пожалуйста, дорогие мои. Мы должны быть мудрыми. Мы не должны. Они же провоцируют. Смотрите, по Ивану, кому достойно ли платить кесарю? Подать. Богу, Богу, кесарю, кесарю. Я политик. Нет, я верующий человек. Ты хочешь со мной разговаривать о политике? Давайте я расскажу о Христе. Давайте я расскажу о Христе. Что ответят? Да зачем он мне нужен? Вот и все. Так если ты не хочешь говорить о Христе, так а что ты меня искушаешь? Я православный христианин. Мне свою душу сберечь, а все, это им отвечать перед Богом. И тех казнокрадов, и тех, и тех, и же им подобным. Вот это для меня важно. А то, что там какие-то политические, я в этой политике не разбираюсь. Они сегодня одно говорят, завтра будет другое говорить, после завтра третье. Потому что им надо будет какие-то решать политические вопросы. Им надо же будет как удержаться у кормушки, чтобы из нее воровать. И все, больше ничего не надо. Плевать они хотели на нас. А вот Христос не хотел плевать. А почему я так говорю? Потому что наворовали и сбежали, а Христос свою жизнь отдал за нас. Мы так готовы сделать. Вот и все. Вот и вся политика. Ну, Юра спрашивает, чи знаете, вы приходите в ПЦ, где литургия служит украинская? В каких пределах? На каких каноничных территориях? Багато где служит? Спасибо, Господи. Я уже так не буду. Это сразу буду вопросы читать. Вера спрашивает. Вера спрашивает. Поехала на работу, забыла список имен, еще дали поминаты на Псалтире. Поминала по мини, Господи, всех в списке написанных мной, дома, по нерадению забывших. Не надо перечислять, перечитывать Псалтир. Еще вопрос. Есть люди, которые никогда не были доисплены, не были на исповеди. Что такое каноны? Они не понимают. А исповедоваться они против. Можно ли им к исповеди причастию? Ну, вот смотрите, Вера, во-первых, давайте так, вы не духовник, вы можете посоветовать пропадать то, что вы забыли список, и, Господи, ты сам весит, ты знаешь, за кого я молюсь. Ну, давайте, вот не мерить их восемь своими человеческими мерками. Если я забыл, то значит и Господь меня может забыть. Не забудет, не переживай. Вера. Господь видит твое сердце. А вот то, что касается, если человек готов, готовился хотя бы, ну, почему? Вы можете ему рассказать? Пожалуйста. Он не знает, что такое каноны, но молитвы хотя бы к причастию. Он может уже почитать? Давай с тобой вместе подойдем к батюшке. Давай с батюшкой поговорим. Батюшка уже подскажет, и батюшка сам решит. Вот здесь вот, а если человек желает исповедоваться, а может в первый раз он пришел? Ну, вот это вот положите. Иди и говори. А батюшка уже сам решит. Можно, не можно. Вот здесь вот есть вещи, которые ваше дело или дело мирянина подвести человека. А священника уже, со священника уже будет спрос. С тебя будет спрос, ты отказал ему, или нет, не читал, иди и гуляй. Не тебе решать. А священник уже видит душу этого человека, слышит исповедь этого человека. Может он пришел, мне бабка сказала, мне надо это сделать, делаем слово помышления. Да каюсь, как все каюсь. Не надо, как все. А может быть придет и так плачет, да Господи, успокойся только, пожалуйста, но и так Бог тебя простит. Поэтому обязательно здесь не надо быть буквоедом. Если ходит в храм человек уже несколько лет, и он не знает, что только он, да, здесь уже вопрос. А если первый раз он подошел исповедоваться, а там уже батюшка сам решит. Я согласен, что сестра Оля пишет слово, можно много сотворить, много, много. Слово лечит, слово и калечит. И отслышание, наша вера, откуда? Отслышание. Что мы читаем в Иоаннове? Поэтому здесь я никого не хочу оскорбить. Я еще раз говорю, меня обвиняют, что я, видите, кого-то осуждаю, оскорбляю людей. Я не оскорбляю людей. Я грех называю грехом, называю своими вещами. Вызвали на допрос Хула Духа Святаго это оскорбление человека. Так если он это совершает, это в церкви так называется. Я спрашиваю эксперт, какое имеет богословское образование? Никакого. Так а как он может меня оценивать? Мои богословские высказывания. Вот мне интересно. Я врач-хирург буду оценивать действия военных. Имею я право? Или я священник? Или я буду рассказывать, как строить ракеты космические? Чтобы мы потом просторы космоса выразили. Ну, это нормально или нет? Поэтому, пожалуйста, вот эти вот вопросы, которые они не понимают этого. Ну, потому что надо заткнуть рот, потому что многое ты не говори. А как я не буду говорить? Я должен говорить о Христе. Это моя обязанность. Это мой призыв. как врача лечить людей. Как воина защищать свою Родину. И каждого из нас, кстати, защищать Родину на каждом своем месте. Это ответственность наша. Но вот здесь вот Елена спрашивает, можем ли мы вымолить весь свой род, весь свой ранний живший. Но вот здесь вот как вы будете молиться? Как вы будете... Это что же... Простите меня. Но Господь не идет, не исповедуется и рассказывает. Того прощу, того не прощу. Мы же не знаем, как мы можем молиться. И как мы будем молиться. Поэтому здесь для нас очень важно как раз это помнить и уповать на милость Божия. Вот помните, я рассказывал этот случай про монаха, который... который это... Один монах говорил, Господи, я такой грешник, я такой грешник недостоин твоей... Я недостоин Царства Небесного. Второй монах молился, Господи, Господи, я же пощусь, я все делаю, я достоин твоего Царства Небесного. Третий монах, Господи, я понимаю, я грешен, я недостоин твоего Царства Небесного, но я надеюсь на твою великую милость. И кто наследовал Царство Небесное? Третий. Поэтому здесь нам только уповать на милость Божию. Не могу ничего вам сказать. Но молиться за них надо и надеяться на это обязательно. И уповать на это. Синодик обязательно вести Вы что, Юрий, всех помните? Обязательно о здравии и упокоении Когда вы молитесь утренней молитвой Вы на службу приходите Хотя бы, пожалуйста, вы же можете Когда на службе совершается Иктиня о здравии Или после Евангелия читается о здравии Когда зуб покойный иктиня совершается Вы можете это поминать Когда на достойное есть, вы можете о здравии и упокоении Пока появится достойное есть, поминается Там есть молитва, специальная читается На богослужениях о здравии и упокоении Поэтому вы можете повторить свой весь синодик И уже, представляете, сколько Уже хотя бы минимум дважды На часах, пока праскомидия совершается Вы можете прочитать свой синодик То есть уже трижды на литургии Вы можете помянуть всех своих Трижды За них помолиться Ну, Андрей, спокойно А как заслужить Царствие Божие? Царствие Божие нудится Не сказали, Царствие Божие по маслу идется Дорожечка выстилана красная Везде поют хоры ангельские Тебя провожают туда, пожалуйста Иди только в Царствие Божие В Царство Небесное В том-то и оно И не дорожка, а хуабистая Тропинка скальная Горная, усыпанная шипами роз Но достойная Ну, диалог, я уже про диалог этот и сказал Результат этого диалога Не знаю я Я не был в их шкуре Я не знаю Что там им пообещали Что просили И к чему это все Диалог, пожалуйста Церковь четко сказала Мы готовы на диалог Два условия Вопрос Не захватывайте храм И, пожалуйста, давайте решим вопрос с хератониями Но если ты так веришь во Христа Неужели тебе тяжело унизиться В кавычках унизиться Тогда перерукоположить тебе Вопросов не будет Но есть вопрос Который задают все Ну, сколько бы бумажек не дали Под каким бы давлением не дали Он принял резолюцию Что эти хератонии законные Они все равно будут незаконными Пред Богом В очах Божьих Они будут незаконными Кто такая он? Ну, хорошо Ну, принял один человек Но он человек Человек И он может ошибаться И мы знаем множество примеров Сколько элисиархов Было на Константинопольской кафедре Вот и все Поэтому, пожалуйста И я имею право заблуждаться Я не могу сказать Я не имею право заблуждаться Но я как человек могу заблуждаться Поэтому мы должны это понимать И кто распрашивает Что будет дали с нашей верой Интересный вопрос С верой православной Она и дальше будет Христос столп И утверждение истины Христос вчера, сегодня И завтра он один и тот же Он не меняется И вера наша не меняется А вот что будет с нами Мы отпадем от этой веры Предадим нашу веру Или сохраним ее И передадим Это уже зависит от вопрос Не к вере, а от вопрос к нам А Христос с нами Но Мы четко должны понимать Если мы со Христом Нас будут гнать Меня гнали И вас будут гнать Вот и все Поэтому вопрос не о вере Вопрос о нас И для нас это очень важный вопрос Но вы знаете Вот вопрос Вера спрашивает Это вопрос очень сложный Почему те, кто не ходит в церковь Их нельзя подавать на праскомедии Здесь вопрос Молиться за них можно За них молиться можно И псалтырь вы можете дома читать Но на праскомедии Если есть понятие О кривии и экономии Здесь есть Здесь идут споры И богословские споры И это уже не один век Можно ли тех Как может находиться человек Который не считает себя христианином Как Частичка-то на праскомедии Это же не просто так Прочитал имена Это вынимается частичка За человека И он Эта частичка Находится во время Таинства Евхаристии Находится возле Христа А если он себя Отвергает Не надо мне Христос ваш Как мы можем То есть Насильно Мы не можем затянуть Должна быть Свободная воля Молиться за него Что Господи В разуме его Можно На праскомедии Я за таких не молюсь Честно говорю Поминаю Поминаю Когда я сказал Есть моменты Когда я вспоминаю Этих людей Но вынуть частичку И так вот Здесь мы должны Это понимать Церковь Любящая мать Если человек Не хочет Чтобы его любили Если он уходит От Христа Уходит от церкви От матери своей Юра спрашивает Какими языками владею Но я учу Английский Учу греческий Учу Учу У меня проблема С языками Очень серьезная проблема Я и в институт Не мог поступить Из-за того Что не мог Написать сочинения Почему-то мне Они не даются Лучше Математику Физику Химию Точные науки Чем языки Для меня это сложно Но стараюсь учить Как могу Конечно Ну Андрей Диалог Диалог все равно Мы должны Диалог Вот здесь вот тоже Мы спорим Сейчас об экуменизме Мы можем затронуть Эту тему С кем сослужить Добрые дела делать Давайте вместе Добрые дела Меня попрекали Когда мы встречались Межконфессиональные Эти всякие встречи Были в обл. администрации Это что Типа там То-сё Я не хожу Вместе с ними молиться Но я не буду с ними молиться Но говорю Давайте делать вместе Добрые дела Пойдемте Уберем берег Днепра А нет Нам этого не надо А вас по телевизору Показывает на снег Так я говорю Давайте сделаем Ютуб канал общий Религиозный Да нет Нам своих хватает Ну так Ну а как вы При чем тут молитва Для них это вот Смысл какой-то Я не вижу в этом смысла Но делать добрые дела Мы можем все Я обратился Когда госпиталь военный Восстанавливать В 2014 году Кто-то пришел Вот и все Поэтому Нет смысла И не вижу этого всего Спасибо Господи Взаимно всех еще Еще раз Поздравляю с праздником Вот как не осуждать человека А осуждать и грех Молиться за этого человека Ну он заболел Ну вот он уже заболел Этим грехом Ну что Ну что сделаешь Ну ты уже сейчас Стоишь перед фактом Если сказать Не делай это Это грех Это одно Точно так же Ты можешь ему сказать Брат Это грех Это грех Это страшное преступление Перед Богом Мы здесь Живем 70-80 лет Сколько нам отмерит Господь Ну 120 будем жить Но не больше Мы все равно Уйдем с этой земли И будем предстоять Перед Богом Но с грехом Или без греха Ну вот Диана спрашивает У меня имя Ну здесь Диана Она посмотрит С каким именем Вас крестили Но здесь Тоже такое Четкое нет Если вас Дарья крестили Можно как Дарья Но надо смотреть Святки Вы знаете Мы смотрим Святки У нас еще Есть Есть Святые Которых мы не знаем А потом Если вот Не знаете Каким именем Когда-то И Ольга Тоже была Не святой Но ее Крестили С именем Елена Вот Елена тоже Когда-то Была не святой Имя Не святых А потом стало Поэтому Живите Старайтесь Уже В первую очередь Обращать внимание На свою жизнь А это уже Положится На волю Божию Однозначно Андрей Но Вы знаете Вот Татьяна Я здесь Сказал Это Не догмат По поводу Поминания Тех Поминают Тех Не поминают Вот Есть Такое Благословение У них В почаве Не так Вот Постановили Значит Так В Сатурской Лавре Так Поэтому Милая Пусть Господь Укрепит Вашего Папу Игоря Чтобы Господь Ему помог Воинам Со всем нашим Воинам За всех Молимся Потому что Война Ничем Не может Быть Объяснима А заупокойное Юра Какое Какое Богослужение Заупокойное По нехитку Раздайте Милостыню За этого Человека Не переживайте От вас Не убудет А ему Пребудет Бог Гластвует Виталий Влас Только молиться Андрей Спрашивает Если есть Беснующиеся Они Не подходят К исповеди Но Молиться За них Надо Надо За них Молиться И уже Здесь Поговорить С батюшкой Может быть Если Церковь Вот Есть Возможность Отказаться Откажитесь Потому что Там же Все равно Будут Там Католические Они Все равно Как-то У них В зависимости Преподавателя Но Там Более Менее Это Вот Владимир Павлович Владимир Павлович Если Можно Напишите У нас Мы Когда Делаем Рекламу Всегда Пишем Можно На сайте Пархии Как С вами Связаться Телеграм Канал Церковные Ведомости Но Опять же Что Я Если Вы В пределах Украины Я С другими Ни с кем Больше Не Общаюсь Ну Вот Вера Пишет За своего Сыночка Пожалуйста Вера Не надо Указывать Там Заблудшую Не заблудшую Господь Знает Вот Мы Пишем Думаете Господь Что Не знает А Раби Божьи Мы Аня Мы Еще Не знаем Может Быть Знаете Эту Историю Люди Из Храма Выходят И Два Пьяницы Шли Мимо Храма Упали На Коли Матерь Божий Ты Нас Прости Праздник А Храм Богородичный И Над Ходом Иконочка Божьей Матери Они Встали И плачут Мы Вот Такие Пьяницы Мы И что А люди Выходят О Пьяницы Напились Преперлись Идите Дайте Людям В храм Выйти Зайти Явилась Матерь Божья Они Хоть Пьяные Но Мои А Вы Хоть Вроде И Ко Мне Идете Но Вы Сыночки Это Все Видеть За Своего Сыночка Поэтому Молитва Матери Содноморья Подымает Упал Может быть Есть Возможность Постихонечку Похорошему Дай Бог Чтобы Господь Укрепил Максима И Вадима Мамы Людмилы Божьи Благословения Ну Лариса Мужчин Больше Чем Это Знаете Что Я вспоминаю Сижу На лавочке В Глинской Пустыне После Как раз Канонизация Прошла Все Разъехались Уже Блаженнейший Был у нас Митрополит Владимир Уехали Сижу Приезжает Группа Паломников Беларуси И Вот Идет Она Такая Маленькая Щупленькая Он Повыше Тоже Такой Худощай Но Он За ней Чапает И вот Она Подходит Ко мне Владыка Ну Что Рабить Что Рабить И так С белорусскими Жаль Что Рабить Я говорю В смысле Ну Не Слухняный Он У меня Да Какой Сыночек Он Может Стоит Не Слухняный У меня Не Слухает Меня Не Переживайте Молите За него Как Апостол Павел Сказал Через Неверующую Через Верующую Жену И Муж Неверующий Освещается Вот Так Вот Поэтому Не Надо И Другой У меня Есть Пример Муж Коммунист Все Некрещеный Она Взяла За правило И молилась Святителю Николаю Каждый День Читала За него Акафист И Вот Распается А он Ее Семенушка Называл Почему Это Такое Семенушка Семенушка Вот Семенушка Хорошо Это А она За него Молилась В одно Прекрасное Утро Он Приседали Колхоза Партиец Все Некрещеный Смеялся Над ней Что Она В Почаевскую Лавру Ездит Просыпается Прекрасным Утром И говорит Семенушка Когда Ты Мне Покрестишь Вот И Все И Стал Вместе С ней В Почаев Ездить Потом Исповедоваться Прочищаться И В один День Умер У нее Инфаркт Ее Привезли В больницу В реанимацию Реанимировали Спасали Через Некоторое Время Выходят И говорят Вы знаете Ваша Супруга Умерла И он Тут же Умер Вместе С ней В один День Даже Господь Презвал Поэтому Не надо Так Отчаиваться В этом Спасибо Господи Ольга Только Оставьте На всякий Случай Свои Координаты Если Можно Опять Также На сайт Я Прошу Прощения Потому Что Я Должен Ответить Еще На Вопросы Которые Пришли Чтобы Быть Это Мария Как Почувствовать Себя Грешница Виноватой Перед Богом Ну Во Первых Сядьте В зеркало На себя Посмотрите И Кого В этом Увидите Конечно Вы Видите Прекрасное Лицо Вы Видите Красавицу И тому Подобное И так Хорошо И то Хорошо И то Хорошо А потом Взгляните На святых На святую Варвару И тоже Подумайте Что А вот Теперь Я так Смогу Вот И все Надо Все Познаться В сравнении И сам Никогда Я Такой Грешный Я Такой Грешный Я Такой Грешный Рассказывай Такой Грешный Вот От грешного И смиренного И кроткого Вот И все Поэтому Здесь Вот В этом Не надо Заблудиться Читайте Святых Отцов И там Все Написано Ну Я Спаси Господи Вера Но Тоже Человек Себе Не Принадлежу Вот Тоже Юра Спрашивает Регулируется Время Пасхальное Богослужение Ни часа Ни минуты Ни секунды Ни четверти Там Пишется Я сейчас Так подробно Неизвестно Но Такая традиция Что совершается В полночь Например Пасхальное За утрення А потом Все расходились И днем Утром Собирались Уже Это После Собирались На пасхальные часы Пели Совершалась Литургия Уже Подобно То есть Был перерыв То есть Первый Там Часа идет Это пасхальное За утрення Потом Расходились И собирались Уже На утренню На литургии Уже Это Так Пожалуйста Я сейчас Это Ну Развернулись Да ушли Галина Если совершает Не тот священник Сами потом Зашли Помолились Подали Панихиду За этого Человека В храме Нашем Так Как узнать Волю Божию О себе Никак И не ищите Этого А делайте Вот Господи Благослови Хочу Хочу Спрашивают Роман 15 лет Собирается Поступает В семинарию Благое Дело Благое Апостол Павел Пишет Так Кто Архиелийство Желает Тот Доброго Желает Вот так И мы должны Всяк Плох Тот солдат Который Не мечтает Стать генералом В народе Это фактически Оттуда же Исходит И поэтому Не надо думать Что это Гордыня Или нет Я хочу Тебе Господи Служить Не от того Что Как один Сказал Мне нравится Нет Не этим Ты должен Гордиться Или не Это должно Тебе привлекать А тебе Должен Привлекать Любовь Ко Христу В первую очередь Если ты Со Христом И пойди За ним Ну От лености Надо себя Понуждать Лежа на диване И молясь Господи Господи Помоги Никогда Не избавишься Роман Поэтому Надо себя Заставлять Надо себя Понуждать И надо Потихонечку Вырабатывать В этом Навык Себе Вот Валентина Извиняется За то Что писала Там В фейсбуке Всякие Гадости Она пишет Бог Простит Валентина Двумя Руками Возглавляю Зла Не держу И не Это Потому что Единственное Что нам Надо научиться Не раздражаться Не раздражаться Поэтому Я Светлана Мечтает Научиться Светлана Если вы В Запорожье То у нас Такой школы Нет Иконописной Есть В других Городах Иконописные Школы Вот Была Ксения До войны Они занимались Этим Пока Мне этого Нет Петр Спрашивает По поводу Канонизации Неканонизации Андрея Боголюбского Сагайдачного Полубодька Константина Срожского Иона Мазепы Пожалуйста Петр Какими мерками Вы меряете Церковь меряет Духовными мерками А вы меряете Политическими мерками И вот Прежде чем Задавать Такие вопросы Вы Почитайте Житие Как человек Каялся Вот Тот же Калмешевский А лишь только Покаяние И просьба О покаянии Вот это Это пример Для нас Поэтому мы Так должны Поступать А то что вы Пишите Политически Достигли Таких высот Там или то Сделали Или то Сделали Церковь за это Не Так скажем Не прославляет А за жизнь И кончину жизни И почитание В народе Вот здесь Вот очень важно И помощь То есть Есть ряд критериев Которые Это Поэтому Поэтому здесь Или осуждать Церковь Этого Канонизировали И этого Не канонизировали Простите Вы показываете Своё Незнание Жития Этих людей Не политическую Как Ту составляющую Потому что Одним политик нравится Другим политик не нравится Это естественно А мы должны думать Как понравиться Христу И те люди Которые думали Об этом Как понравиться Как угодить Христу Они угодили Бога И они стали Святыми А тот Кто не думает Об этом Он думает Как угодить Народу Как угодить Своей политической партией Вот мы должны Это понимать Вот нам кажется Отпевание Это всё Открытые Царские Райские обители Ни в коем случае Поэтому я Разрешаю Отпевать Только если человек Ходил в храм И священник Подписывается Чётко Что да Это был мой прихожанин И я готов Его отпеть Если К этому Ещё Если самоубийство Совершено В состоянии Даётся Медицинская Справка Психическое Нездоровье Всё остальное Простите меня Но я знаю Одно Если я Не разрешу И это будет Мой грех И я буду отвечать Перед Богом Может быть Моя строгость Моя кривия Но я не согрешу Если я разрешу Отпевать человека Который был Вне Христа Который ненавидел Христа Вы говорите Почему он ненавидел Но он может быть Был крещён Это не любовь Ко Христу В детстве Младенчестве Его крестили Он обратился Ко Христу Нет Вот это Я ещё Мало того Что я согрешу Я ещё Вовлеку в этот грех Его священника Который отпоёт И его близких И родственников Мне это надо А за это я тоже отвечу Но кто-то об этом Не думает Каждый хочет себе А ты страдай Как хочешь А я видел Случай И знаю Случай Когда люди Отпевали самоубийц А потом Не только Они с ума сходили А страдали Их семьи Их дети Внуки Страдали Различными заболеваниями Серьёзнейшими Я хочу этого Я никому этого не хочу Вы можете за него дома молиться Вы можете раздавать милостыню Испорченные просфоры Спалить Спалить или выбросить В речку В озеро Если нет Ни того Ни того Отнесите в церковь Нет рядом церкви Можете спалить Вот пожалуйста Пишут Вот идеально Такое это Почему дома Вы не можете спалить Вышел на улицу Спокойненько Спалили И закопали Пепел Можно? Можно Поэтому не придумывайте Вы же не Не находитесь В подвешенном состоянии В воздухе Ну вот уже Ну вот По диалогу Я уже ответил Но Задают вопрос Вот здесь Вот я хотел бы Коснуться Вопроса Вот опять Этих обращений И тому подобное Вы знаете Мне это напоминает Начало 17 века И чем оно Все закончилось Простите Начало 19 века Спешу уже Заговариваясь Простите Начало 20 века После собора Или когда эти Революционеры Лишали что делать Я вот этих людей Я не понимаю Но если вы так Вам противна Это матерь церковь Оставьте Все в ней Откажитесь От того мира Помазания Вы вспомните Каким миром Вы помазаны Скажут Вас заставили Откажитесь От них Откажитесь Мне это не надо Оставьте Что вы здесь делаете Это же садисты Это же садисты Это Ну пожалуйста Ну это же ваш выбор Вы выбрали это Пожалуйста Никто же не против Только правду Скажите народу Я отказываюсь От всего Что получил В этой церкви Я отказываюсь От своей матери Я готов разорвать Свою матерь Церковь Так он же говорит Я же в церкви Это же вы плохие Я против церкви Ни слова не говорю Я за единство церкви И сегодня я сказал О расофорных мазохистах И о расофорных садистах И к одним и ко вторым Я обращаюсь Может быть задумаемся О церкви Может быть хватит Искать себе хайпов Разорвут И благодать Вашими руками Вы пытаетесь И мы же прекрасно знаем Вы же даже те же Наративы Все эти тезисы И эти же Врагов церкви Повторяете Вам не стыдно это? Вот мне интересно Этим людям не стыдно? Вот это безумие Ты зачем сюда пришел? Покажи мне хоть одну цитату Из Евангелия Где Христос говорит Политические лозунги Где апостолы требуют От Христа Собора Или он так не так поступил Да Иуда возмущается Что видите ли Женщина тратит Такой драгоценный Это лавастер Масло Ноги ему моет И волосами отирает Давайте собор Соберем апостольский И решим правильно Она поступает Или неправильно Или почему-то Три пошло с Христом На фавор А остальных не взял Чего это не осудить Христа? Вот это безумие Это расофорные Садисты Я не боюсь этого слова Потому что они Издеваются на церкови И получают от этого удовольствие Получают себе лайки Получают себе подачки От врагов церкви И получают себе выгоду Они церкви И думают Что они спасают церковь По-другому Я не могу сказать А с другой стороны Те, которые Надо со зверем дружить Дайте воды напиться А кто-то хочется кушать Что негде переночевать Вот это вот безумие А что такое безумие? Кстати Что такое ум? Сегодня на проповеди Тоже говорил Мы же над этим Не задумываемся Мы знаем Что такое ум? Мы думаем Безумные Это люди Которые находятся В психической больнице Так может быть Мы еще через этих людей Спасемся И Господь спасает А безумный Безумный Вот по Иоанну Дамаскину Ум это Как очи у тела Так ум это у души Слепой Увидев свет Потом потерял этот свет Ведь посмотрите Это же люди Выросли в этой церкви Получили все От этой церкви А теперь терзают Этой церковь С какой злобой И жестокостью И ненавистью И думают Что они спасают церковь Думают Что этим они спасутся Кому угодить? Григорий Палама Что говорит? Как называют ум? Ум это душа Он два вида выделяет Ум это как душа И ум это как орган души А вы теперь задумайтесь Безумный Это бездушный Это бездушный человек Каково? Или человек Который Я говорю Сегодня на проповеди говорил Вот ты хочешь покушать борща Что тебе нужно для этого? Ты же вот не так не сядешь Хочу борща А тут взял Появился борщ Взял Сам залился Тебе нужна тарелка Тебе нужна ложка Тебе нужен инструмент Которым и ты мог это сделать Вот так тебе и нужен ум Чтобы напитать свою душу А тебе это не надо А ты будешь кричать Спаси меня Господи спаси Нет Не спасет Надо что-то делать еще к этому И делать во спасении И делать то что написано Иоанн Или сегодня апостол Павел говорит Об этом Почитайте сегодняшний отрывок Апостольский Я прошу прощения Потому что я время трачу Ваше дорогое Сейчас простить Посмотрю Ага Про похорон ответил Ну вот Татьяна Как молиться Предки Которые в советское время погибли Ушли из жизни Молитесь за них Молитесь Вот положитесь на волю Божию Но неужели Бог такой жестокий Неужели Бог из-за меня Грешника Вот человека Я говорю Ну за него нельзя молиться Но я так думаю Но я не знаю этого Вот на миллион процентов Но я уповаю на милость Божию Да Не надо подавать на праскомедии Не грешите Но молитесь за него Раздавайте милость у него И это Господь зачтет Поэтому здесь вот это очень важно Ирина Ну не планирую пока в Почаеве Не планирую Я ж то суды То еще что-то Как-то сейчас Наталья Какой вам нравится Акафис за ближнего читайте И Господу сладчайшим Святым угодникам Если знаете имя этого ближнего Считайте ему святому Чтобы он всегда был рядом И вам помогал Акремации Конечно Я не поддерживаю Церковь этого не поддержит Ирина спрашивает Акремации Абортмахер Это тот Который делает аборты Юрий спрашивает Как бороться С грехом абортов Юра Боритесь со своим грехом И не доводите Никого до этого греха Вот это будет В первую очередь А потом Всем рассказывайте О вреде этого греха О страшном вреде греха И о цене человеческой души Но не так Что я тебе сейчас дам И это Спасибо Господи Ну как это вера Как женщина сохранила В чем она согрешила Вот у нас сейчас Мы спросили Я тоже так Я честно говорю Я своим священникам Рассказываю Я своим священникам Рассказываю О том Что пожалуйста Распишите на приходы Кто что На всякий случай Мог забрать бы Со своих храмов Что это Вы думаете Много пришло 40 человек на службе Одна подходит И говорит Я заберу А больше все побоялись Из церкви взять Поэтому надо Сохранять Ну что же Не переживайте Даже то Что ей антимин Застался Этой женщине В советское время Она сохранила его Антимин Можно переосветить Но она сохранила Да Она брала его в руки Но Она сохранила Она не дала На поругание святыне Это же не просто так Она пришла Это Кстати у меня был случай Я не священник Я был Прекомандирован Храм А женщина зашла Храм был открыт И зашла Зашла себе спокойно Зашла в алтар Открыла Евангелие Читает там себе Евангелие Перед престолом Прям это Поэтому Простите Я вспомнил Это немножко так Чтобы это Ну А здесь же Ради сохранения Там ради любопытства Пошла А это ради спасения Святыни Поэтому Мы должны Об этом понимать И в этом понимать Поэтому и для нас Вот прошу еще раз У всех прощения Я никого не осуждаю Все мы люди Я все понимаю Каждый хочет Каждый может быть У кого-то больше У кого-то меньше Так скажем Вера Кто-то очень слабый Кто-то за своих переживает Переживает за свое Так Нажитое Непосильным трудом Ему это очень дорого Ему это Знаете Где Где ваши сокровища Там и ваше сердце Вот это все Мы должны Это понимать К чему мы Прилепляемся Если мы Ко Христу Прилепляемся То мы боимся Согрешить А если мы Прилепляемся К своим сокровищам Боимся их потерять То конечно же Мы будем Всеми силами Их защищать Мы защищаем То что нам Дорого Если человеку Дорого церковь Он защищает Свою церковь Если человеку Дорого И свои сокровища Свои Так скажем Эти Коллекции И тому подобное Он будет их защищать Не Христа И будет придумывать Под видом Христа Поэтому Ну куда деваться Это жизнь Это жизнь Это люди Больные люди Мы больны грехом Как относить Должен врач Больному Как нет Шепестам Больной Паразит общества Требует уничтожения Или как Христос Возлюби ближнего своего Врага своего Вот так вот И этим проверяется Наша сфера Поэтому дорогие мои Простите Я вас уже 5 минут украл Пусть Божье благословение Духовная радость С преддверием Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы Чтобы Матерь Божия Никого из нас не оставляла А мы были ее Всегда верными чадами Ведь как мамочка Всегда болит Материнское сердце О детках своих Где бы они ни были Хоть рядом Хоть и недалеко Вот так вот мы с вами Болит за ее сердце За нас Давайте будем стараться Чтобы ее сердце радовалось Чтобы мы старались Вот Своим поведением Не согрешить Не прогневить ее сына И чтобы она Была действительно Помочь ей В молитвах за нас Именно за нас Ну и прошу Всех ваших святых молитв Все пройдет Пройдет и это Надо только не унывать Не унывать Пусть Пусть вот и Ксения Все вы дорогие мои Участники Сегодняшней нашей встречи Все с Божьей помощью Все Храни Господь всех Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok